Экстренный выпуск от нашего канала по поводу происходящего в Америке в штате Техас. Центральная электростанция не выдержала морозов и вышла из строя. Миллионы людей оказались без электричества, отопления, возможности готовить еду, интернета, телевидения и медицинских учреждений. 30 человек уже погибло. Снегопад и гололед делают попытки выехать из штата опасными и практически невозможными. Также водопроводные трубы не выдержали натиска мороза, из-за чего нарушилось водоснабжение и произошла колоссальная утечка воды, что плохо скажется в период предстоящей засухи, которая прогнозируется на лето в том же штате Техас. Этот катаклизм произошел в результате изменения климата. Из-за потепления на Северном полюсе сдвинулся воздушный поток, который всегда разделял теплые и холодные течения воздуха. Теперь граница между течениями сдвинулась до самой Мексики, что означает грядущие катаклизмы для этого региона. Такие послания и предупреждения от Матери Природы должны стать для нас моментом пробуждения в том факте, что рассчитывать на централизованное управление и инфраструктуру становится опасным. Это наглядный пример того, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, а не его страны или правителя. Никакой правитель не может сравниться с могуществом Матери Земли, которая входит в свои права правления. К сожалению, это только первые знаки того, что нас ждет, что нам придется пережить. Планета меняется, и те, кто не будут с ней сотрудничать и понимать ее маневры, будут просто уходить. В Техасе никогда не случилась бы эта трагедия, если люди бы перешли на самообеспечение электроэнергии. Для тех, кто слышит, пока не поздно, начинайте заниматься самообеспечением со своей семьей, друзьями или соседями. Больше, чем люди-единомышленники, вам на данный момент ничего не надо. У нас в Благомирии уже 340 поселений, которые мы называем ордексами, находятся на полном самообеспечении. Мы разработали и применили различные технологии по сбору, накоплению и хранению электроэнергии и воды. Будем рады поделиться с вами своими знаниями и опытом. Благодарю каждого из вас и желаю вам быстрого пробуждения.